участвуйте в акции от бренда большая стирка покупайте любое средство бренда регистрируйте чек на сайте и выигрывайте гарантированные призы главный приз 3 сертификата на шоппинг номиналом 200 тысяч рублей рогов рекомендует ссылка уже в описании переходите чтобы узнать подробности рогов в деле всем привет быстрее идите сюда это шоу рогов в деле меня зовут александр рогов добро пожаловать на стс мы начинаем и прямо сейчас вы увидите что же вас ждет сегодняшний выпуск и так команда шоу рогов в деле снова приготовила для вас много всего модного полезного и увлекательного привет а ты кто такой весь смешной ты кто а теперь а вы не работаете господи простите я вас могу проконсультировать там грязь тут дышать нечем тут грязь по колену у нас есть прекрасный душ ты танцы я приведешь порядок и вернешься ко мне хорошо хорошо боже он еще и плачет здесь есть глаз-то у меня алмаз смотрите что да все мы знаем я просто подружился с моим новым новым пушистым другом смотрите впервые в жизни видим женскую версию тёлки медузы олег чего ты хочешь отношу шоу никакого креатива сегодня только базовые добротные хорошие вещи рогов в деле так ребят я отправляюсь по делам что делать и надеюсь узнаете конечно например понаблюдать за визитом героя составе бюти план да все мы знаем удачи и так я в своих широченных штанищах добрался до северного измайлова именно здесь живет наш сегодняшний герой олег к нему в мы направляемся пойдемте привет меня зовут александр привет а ты кто такой весь смешной ты кто пытались привет привет а я к вам в гости пойдемте пойдемте это олег вот мы на улице познакомились пойдемте так необычно мужчина гуляет с двумя детьми на улице такой молодец да ну показывай как живешь ого ничего себе это своя квартира съемная а то есть ты живешь в квартире родственников ой ой александр шокин ну вообще это какой-то конечно трэш что-то непонятное во первых я так понимаю никто больше не встречает квартира просто в запущенном состоянии даже с первого взгляда уже понятно что-то какая-то странная ситуация на самом деле олег я конечно в шоке от обстоятельств которых ты живешь но так или иначе рассказываю что в твоей жизни происходит ну я вдовец с двумя детишками воспитываю двоих детей помогает моя мама иногда как вы жену потерял обострение хронических заболеваний получается поехал на работу ну почувствовал что-то не так вернулся а у него же деменция началась и потом внезапно все стало ухудшаться ухудшаться и все и забрали в больницу и все еще она скончалась я остался один за пятьми все буквально случилось за несколько часов когда на ушло 2 августа 2 45 меньше года прошло да 9 месяцев будет да мы тебе все съемочные группы приносим соболезнования это ужасная утрата расскажи как ты живешь ну первое время с августа по ноябрь помогали друзья коллеги с работы потому что денег не было жили без денег сейчас получаю пенсию по потере кормильца сделаем московскую прописку сейчас побольше льгот получаем олег чего ты хочешь от нашего шоу хочу чтобы александр рогов меня тряхнул перегрузил чтобы вдохнул еще раз полной груди почувствовал что такое жизнь чтобы чуть-чуть хоть расслабиться чуть-чуть отдохнуть немножко чуть-чуть хочется перезагрузки так сандра рогова я на него смотрю и мне аж тяжело становится я прям чувствую как будто его вот эту вот тяжесть внутри у себя если честно я в шоке и вообще не понимаю и не представляю как он один справляется и с такой ситуацией и с двумя детьми видно что нет мамы я я понимаю насколько тебе сложно то есть бытом занимается женщина в большинстве случаев зарабатывает деньги ты сейчас сидишь дома с детьми я тебя очень прошу я тебя очень прошу ради детей привести квартиру в порядок пусть там будет не супер ремонт но хотя бы там помыть полы разобрать вещи протереть стол вот я как женщина смотрю и вот мне прям хочется пойти убрать мне кажется здесь вот прям женской руки не хватает мне кажется тут уже даже не важно чьи руки тут просто такой бардак но реально грязь и хаос какой-то поэтому лишь бы было бы тепло светло и чисто знаешь что я не знаю что сказать я не знаю что сказать олег потому что он понимает квартира убитой но квартира не наша и нам на нее как бы не особо ну смотри ты это долго живешь не в своей квартире но тебе не может быть на нее наплевать ну смотри там грязь тут дышать нечем тут грязь по колено ну ужас какой то ну смотри есть ты сидишь с детьми ну есть старший вон на кухне с этим посидел ты здесь подмел игрушки убрал тряпки постирал ну ну что происходит но пока приходится жить в таких условиях потому что пока нет другого возможности, не работаю, не на что снимать. Квартира не наша, мы пока живем, слава богу. Я все, что мог, здесь все сделал, и все равно каждый день убирались. Но я все-таки один с двумя детьми, иногда бывает сложно. Расскажи, как ты со всем справляешься? Я так понимаю, что ты все время с детьми не работаешь, а деньги ты выигрыш. Пособие получаю по потере кормилица. И я так понял, что здесь с вами еще живет твоя мама. И мама помогает. Иногда она работает, получается, 6-1. Не думали ли вы о том, что она может сидеть с детьми, а ты будешь работать? Она не справится. Она с ними максимальный день справляется. А до какого периода ты думаешь, что будешь сидеть с детьми? В сентябре пойдет в садик. То есть до сентября ты с детьми? Как только дети пойдут в сад и официально будут в саду, ты пойдешь работать? Да, сниму другую квартиру, нормальную, ухоженную. Я по-любому все сделаю лучшим. Все самое лучшее будет у детей. Я буду к этому стремиться. Я и так стремлюсь, никогда руки не опускаю. Но еще больше будет стремиться. О чем ты мечтаешь? О своем жилье. Конечно. О боже, он еще и плачет. Мужчина плачет для меня. Конечно, невозможно быть равнодушным к такой ситуации. И мне искренне хочется Олегу помочь, чтобы у него все в дальнейшем сложилось и получилось. Мне кажется, Саша в шоке, просто в шоке. В шоке от ситуации, в шоке от того, что происходит. И мне кажется, он даже не понимает сам, как реагировать на все, хотя видно, что он очень хочет ему помочь. Я первый раз, мне кажется, вижу Рогу в таком эмоциональном состоянии. Что у тебя есть из одежды? Сейчас. Показать, да? Давай, покажи. Сюда приноси. Угу. Стой. Что? Давай, тащи. Так. Уна, садись. Угу. Так. Кофта. Раз. Вся в катышках, еще одна кофта в катышках. Вот, понимаешь, да, что все, что у нас вот такое закатанное, это уже не ликвид. Понимаешь, если ты хочешь найти работу, ты должен хорошо выглядеть. Ну, презентабельно, скажем так. Чистенько, аккуратненько. Угу. Это, ну, это мусор выбросить. На дачу. Ну, вот шорты... Пойдут. Пойдут. Все на выброс. Джинсы, ну, все в грязи, коленки грязные. Ой, тебе же даже обстирать некому. Еще одни брюки, на работу не в чем пойти. Машинка плохо стирает. Надо застирать вручную. Не всегда успеваю. Олег, ну, ты понимаешь, что это все даже не одежда, это тряпки. Давай так. Я беру над тобой шефство. Хорошо. В этот раз. Я тебе гарантирую не просто образ, в котором ты себя увидишь в нашем зеркале. Я тебе подарю мини-гардероб. Хорошо. Чтобы это было некое количество одежды, которую ты сможешь носить по-разному. И всегда хорошо выглядеть. Хорошо? Хорошо. Я очень хочу, чтобы ты мне дал слово, что то, что ты можешь в этой квартире сделать, сделаешь. Не обои поклеишь, не потолок помнишь, просто наведи порядок. Хорошо. Нужно, чтобы здесь было не пыльно, чтобы здесь проветривалось. Детям важно жить в чистоте. Хорошо? Ладно? Видно, что Олег добрый. Видно, что дети его любят. Они все время на нем там висят. И у них хорошие взаимоотношения. И видно, что он целыми днями занимается с ними, потому что они практически не отходят от него. И Олег очень симпатичный. Добрые глаза. Красивый. Его прям хочется вот так взять и стряхнуть. Как на одном дыхании посмотрели. Я прям пережил всю ситуацию. И мы даже не обсудили бьюти-план. Почему? Что мы будем делать? Я же сказала, что... Ты возьмешь его и стряхнешь? Да. Хороший бьюти-план тоже бьюти-план. Давай тогда я вернусь сейчас в нашу фэшн-лабораторию. Дождись маму. Угу. И потом увидимся. Хорошо. Окей? Все, вот это все, это... Неликвид. Неликвид. Дай я тебе руку пожму. Все будет хорошо. Хорошо? Ребят, я поеду. С вами бабушка посидит. Ладно? Пока. Привет. Привет. Вы как? Ой, Саш, ну... Какой-то ужас. Это, конечно... И не знаешь, что лучше. Понимаешь? Ругать, хвалить, помогать. Угу. Я сам ехал сейчас обратно. Я вообще в каком-то полном раздрае. Я понимаю, что Олег в какой-то эмоциональной яме, что ему сложно. Он не может собраться. Он понимает, что главное сейчас забота о детях. Дома бардак просто жуткий. И я вроде бы его ругаю. И мне его жалко. И я его понимаю. И тут просто надо взять тряпку, все отмыть. Короче, наша задача его взбодрить. Пусть сегодня он погрузится в нашу атмосферу. Здесь у нас красиво. Мы его преобразим. Мы ему подарим новую одежду. Вот пусть он поймет, что он может выйти на новый уровень. Он совсем точно сможет справиться. Вот такая сегодня задача. Хорошо? Да. Ну, шоу продолжается в любом случае. Прямо сейчас я предлагаю, пока мы ждем Олега, познакомиться с нашей следующей героиней. Давайте внимание на экран. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Меня зовут Людмила. Я пришла к вам с конкретным запросом. Меня повысили по должности. Я теперь управляющая новой элитной клиники. И мой внешний вид не соответствует будущей моей должности. А вот и Людмила. Привет. Ребята, привет. Привет. Здрасте. Добро пожаловать, Люда. Садись на наш оранжевый диван. Я Александр Рогов. Это моя бьюти-команда. Елена Немцева парикмахер. Артемий Смяков визажист. Игорь Кимешов парикмахер. И мы рады тебя видеть. Да. Я тоже. Люда, ну рассказывай нам поподробнее о своем грядущем преображении. Что там за повышение, чего ты ожидаешь, зачем тебе все это нужно? Меня повышают по должности и переводят управляющей большой элитной клиники. Пять этажей. Круто. Это серьезная заявочка. И поэтому у меня паника, у меня шок. Я не знаю, как должен выглядеть управляющий клиники. Походы по магазинам, попытки были ничем, не увенчались. Поэтому я у вас. Хорошо. То есть ты привыкла к какой-то определенной одежде, но хотелось бы все это сменить. Да. А вот твой выбор обычно он какой? Что ты выбираешь? Ну, прям классика-классика. Ну, вот сейчас на тебе это классика-классика. Рубашка, брюки-дудочки. Кстати, у тебя очень красивые ноги. Высокий каблук, вот эта челочка и пучочек, да? Могу одеть платье. Ну, естественно, в выходные дни спортивные костюмы, джинсы. Ну, предпочитаю брюки. Ты хочешь образ для работы на каждый день или ты хочешь образ для какого-то праздника? Клиника открылась уже? Клиника открывается буквально на днях. А, праздник будет? Да, будет огромный праздник. Я должна чувствовать себя комфортно в той атмосфере, да, и с теми людьми, которые придут на праздник. Как бы вот этот мой образ сейчас, он совершенно не подходит. Я бы чуть-чуть смягчил твой образ, потому что сейчас вот эти черные волосы, белая блуза, и как-то все так дороговато для меня лично. Основа стиля Люды закладывает вот эта прическа. Нас относит сразу куда-то вдаль. Как только мы помоем голову, распустим волосы, уберем челочку, все, уже совершенно другая Люда будет. Ну, что вы прям набросились на Люду? Прекрасная челка-медузище. Ну, что вы! Кстати, впервые в жизни видим женскую версию челки-медузы. Да, я хотел сказать, Саш, твоя любимая челка, но у меня вопрос другой. Простите, а что у вас там на затылочке? А это когда своих не хватило? Для создания образа. Это шиньон. Конечно. Я знаю эти заколочки. А вы сразу поняли, что это все выглядит? Конечно. Выглядит вполне себе натурально. Вот я сейчас Люду буду защищать. Вот если хочется густоты и вот такой пучок сделать, ну, смотрите, цвет черного вороного крыла прекрасно подходит к цвету этого шиньона. А можно попросить тебя снять шиньон? Это сложно сейчас делать? Не сказала мне, нет, заметьте. Но взглядом убило. Но взглядом убило. Это обычная резинка. Ну, вот прям резинка-резинка. А-а-а. Ну, шпильками прикол. Можно посмотреть? Класс. Да, я не знаю. Собачка какая-то. Я в шоке, что ты с шиньоном ходишь. Я не ожидал. То есть длина волос примерно по плечи. Да. Волосы тонкие, я вижу. У Людмилы такие глаза красивые. Посмотрите, невероятно. Какие-то карие, безумные глаза и смуглые кожи. И хочется цвет волос немножко увести в боли, как будто бы поестественнее. Угу. Такой, да? Я просто подружился уже с моим новым пушистым другом. Мне нравится, что Людмила брюнетка. Я за то, чтобы сделать волосы чуть-чуть, возможно, светлее или сделать оттенок чуть натуральнее. Я не знаю, что получится. Тут, вероятно, будет смывка и длительный процесс. Я еще сам не знаю. Вы решите без меня. Главное, что брюнеткой оставить по макияжу. Вот мне хочется, чтобы Людмила выглядела свежее, чем сейчас. Но сейчас все портит. Именно вот эта челка, эта каска, подначосик, хвостик. Вот хочется свежести добавить, легкости, чтобы образ модный получился. Когда изменится прическа, я увижу, что сделает Игорь или Лена. Не знаю, кто будет. Кстати, я же не решил, кто из вас будет. Давай ты. Ну, давай. Я уже так говорю, как будто я уверена, как будто я буду делать. Давай тогда, Игорь, ты займешься волосами Людмилы. Артемий, вы сделаете макияж Людмиле. Немцева здесь со мной на диванчике останется. Главное, чтобы была брюнетка свеженькая, невероятная, супермодная, чтобы Людмила себя просто в зеркале не узнала. Давайте. Давайте, класс. Ну, проходите тогда в розовую бьюти-зону с пушистиком. Все, Люд, дай тебя обниму. Не переживай, все будет супер. Подберу тебе классный образ. Все это изменим. Вот хочется уйти от этого ощущения каски, легкости добавить. Но вот насколько короткую стрижку ты сделаешь, решай тоже сам. СМЕХ Простите. Все, проходите. Давайте. Субсекрете. Давайте. Классно. Та-та-та-та-та-та. Ой, Людмила, супер. Да, классная. Людмила, держи пушистика, я хочу все-таки распустить тебе волосы и посмотреть, что же у нас тут есть, какая длина. Не больно? Нет. Тут еще заколочки у нас, невидимочки. СМЕХ Можно я тебе отдам? Держи, пожалуйста. Так, понятно. Можно я немножко поломаю твою челку-медузище? И смотри, какое мы видим моментальное преображение. Вообще, я думаю о том, чтобы сделать тебе стрижку. Средней длины это будет очень классно. По поводу цвета волос я буду думать, потому что эта задача непростая, но мне хотелось бы цвет волос тебе изменить. Сделать его более натуральным, не таким ярким черным, хотя бы смягчить. Но как у нас получится, это мы поймем в процессе. Как только ты оформишь стрижку, я увижу лицо и уже буду от этого отталкиваться, какой я сделаю макияж. Пусть это будет небольшим секретом. Все готовы? Начинаем? Готовы. Ну, супер. Лен, давай тогда так. Я сейчас отправлюсь на шопинг, мне нужно купить вещи для Олега, нужно купить вещи для Людмилы, там будет персональная консультация по стилю. Ты дождись Олега, ты же с ним сама разберешься? Конечно, Саш, не переживай. И все, приводи его в порядок. Да, пойду приготовлюсь. Не переживай. Давай, иди готовься. Я тебя обниму. Да, мне надо. У тебя лук сегодня супер. Я знаю. Вообще, юбка из денима длины мидии, это просто самый сок сейчас. Смотрите. СМЕХ Готовься, Лена. А я готовлюсь. СМЕХ Итак, работа над преображением Людмилы, которая получила повышение на работе, запущена. В розовой бьюти-зоне парикмахер Игорь Кемешов приступил к смывке въевшегося смоленого цвета волос нашей героини. А в бирюзовой бьюти-зоне Елена Немцева ожидает отца-одиночку Олега, который уже на пути в нашу фэшн-лабораторию. Я думаю, сегодняшний фэшн и бьюти-опыт подарит нашим героям легкость и уверенность. Ну а при тяжести, усталости в ногах или отеках попробуйте Венотоник Венарус. Правильный выбор миллионов. Всего одна таблетка в день, два компонента и три действия. Защищает сосуды, снижает ломкость капилляров, повышает тонус вен. Венарус просто как один, два, три. Ну а для меня купить новую одежду тоже просто как один, два, три. На самом деле, не так просто, но я очень постараюсь. Ну а чтобы на шопинге мне было удобно и комфортно, я, как всегда, переоденусь в свою любимую фэшн-униформу. Это комбинезон. Все готово. Как можно скорее отправляюсь в торговый центр. Итак, я на месте и незамедлительно приступаю к покупке вещей для Олега, растерянного отца-одиночки. Мне нужно подобрать для него не просто финальный вдохновляющий образ. Мне нужно собрать человеку гардероб с нуля. Такого в нашей программе еще никогда не было. Это еще не все. Мне необходимо найти наряд для Людмилы, получившей повышение на работе. А также оказать стилистическую консультацию девушке, которая сегодня приехала ко мне из Санкт-Петербурга. Ну все, план я вам рассказал. Меня ждет бесчисленное количество работы. Надеюсь, все успею. Ну а куда я денусь? Ну конечно, успею. Рогов в геле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как я уже сказал, Олегу нужен не просто сложный образ. Олегу нужны вещи. И сегодня никакого креатива. Сегодня только базовые, добротные, хорошие вещи. Джинсы нам нужны? Нужны. Беру. Прям буду все подряд собирать. Джинсовка нам нужна. Размер М. Размер М. Беру. Так, треники вот такие серые, чистенькие. Ой! Серые, чистенькие, хорошенькие нам нужны. Две пятьсот. Я хочу сегодня купить вещи недорогие, зато побольше. Но Олегу реально носить нечего. Вот такие треники возьму, и к ним возьму толстовку с капюшоном. Все в размере М. О, размер М. Две тысячи рублей. То, что нужно, белую футболочку, цепляем. Кеды вот эти супер. 43 размер ноги. 42. Вот, 43. Эти я кеды беру. Я хочу найти еще бомбер. Какие-то брюки на кулиске. Еще, возможно, какой-то трикотаж. Пойдемте сюда. Так, вот эта куртка мне нравится из пальтовой ткани. Смотрите, хорошая повседневная куртка. Она подойдет голубым джинсам. Ее можно будет надеть с трениками, с этими кедами. Хочу бомбер найти. Девочки, а у вас были такие бомберы-хаки? Вот у вас там есть бежевые, серые, а были еще такие зеленые. А, вы не работаете? Господи, простите, я вас могу проконсультировать. Джинсы супер. А опусти чуть пониже. Ну, вот так нормально. Я бы взял на размер больше, чтобы они прям свалились. Будет супер. Вот там в сейле? Там есть бомбер в сейле. Еще одну консультацию оказал по дороге. И пока я собираю полноценный капсульный гардероб для Олега, он уже добрался до фэшн-лаборатории Рогов в деле и знакомится с нашим парикмахером Еленой Немцевой. Олег, привет. Меня зовут Лена. Привет. На самом деле, у меня претензий к стрижке особых нет. Ты дома стрижешься или в салоне? В салоне. Молодец какой. Но я все-таки приложу свою руку к этой стрижке, поправлю. Мне не нравится вот эта челка вперед. Мы ее немного поднимем, оформим. Еще мы оккультурим твою бороду. Нам надо помыть голову. Но одним и тем головы мы сегодня не обойдемся. Поэтому у нас есть прекрасный душ. Мы тебе дадим тапочки, гель для душа, полотенца. Ты там себя приведешь в порядок и вернешься ко мне. Хорошо? Хорошо. Давай, проходи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, какой классный я нашел жакет цвета лосося. Саш, тебе как? Так, что значит тебе как? Персональная консультация уже начинается. Пора бежать. Давай, пора бежать. Все, увидимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И прямо сейчас, в назначенном месте, в назначенное время, на ваших глазах я окажу персональную консультацию кому? Меня зовут Женя, привет. Привет, Жень. Жень, добро пожаловать в шоу Рогов в деле. Вопрос есть? На вопрос отвечу. Рассказывай о себе. Я приехала из Санкт-Петербурга. Обожаю. Мне 37 лет. Супер. А теперь? Отгадай, кем я работаю. Так, Жень, я понимаю, что вопрос с подвохом. Кем ты можешь работать? Ну, ты можешь быть хореографом, классная фигура. Ты, может быть, байкерша какая-нибудь, потому что ты в байкерской куртке. Ты, может быть... Блин, ты, я не знаю, ты модель. Кем? Нет, я электрик. Я впервые слышу такое. То есть ты электрик по собственному желанию? Именно так. А как так вышло, что Женя невероятная стала электриком? Любишь проводки соединять, да? Ну, теперь и люблю. Рассказывай, как так получилось? Ну, вот как-то случайно вышло. До 30 вообще. Я ничем особо не увлекалась, не занималась. А потом, ну, друзья позвали. Говорят, ну, пойдем к нам, пойдем к нам. Пойдем к нам, ну, розетку починишь. Да-да-да. Ну, пошла, отучилась, понравилась, затянула. Прикол. Здорово. Сейчас я работаю в аварийно-диспетчерской службе. Являюсь единственной девочкой, мастером-электриком в Санкт-Петербурге. И могу решить любую задачу, касающуюся электричества. Женя, окей, ты электрик, а в чем ты ходишь на работу? Ну, у меня спецодежда, полукомбинезон и, ну, китель, куртка. Ну, форменная. Ну, если честно, надоело уже. Все, я вот Жека-электрик для всех. В телефонах я у всех Жека-электрик. Жека, вот что-то такое. Вот хочется Женечкой быть. А-а-а, то есть Жека-женек-электрик устала от того, что все к ней относятся только так. И хочется быть цветочком. Да. Ну, мы говорим о платье, получается. О каблуках. Ну, очень бы хотелось такой образ примерить. Ну, давай я поищу что-нибудь такое. Вот такое. И при этом чего-нибудь мужского я тоже добавил бы. Вот чтобы тебе все равно было комфортно. Я не хочу, чтобы ты наделал на себя что-то. Сказал бы, да, Саш, я в платье, это прикольно, но я вообще себя не чувствую. Вот я хочу, чтобы ты себя почувствовала. Круто. Давай. Да. Женя, тебя ждет экспресс-преображение. Я отправляюсь по магазинам. Встречаемся с тобой через полчасика здесь у примерочной. Хорошо? Хорошо. Ты вообще прелесть. Все, найду тебе что-нибудь прикольное. Прикольно. До встречи. Итак, всего за полчаса я должен найти наряд, который волшебным образом трансформирует Жеку-электрика в девушку Женю. И у меня, кстати, уже есть идея, где можно купить платье, которое нашу героиню удивит. А тем временем в фэшн-лаборатории Рогов в деле оба парикмахера при деле. Елена Немцева взяла под свое крыло Олега, окружила его заботой и уже приступила к оформлению его новой стрижки. В розовой бьюти-зоне у Игоря Кимешова тоже кипит работа над преображением Людмилы, которая получила повышение в должности и готовится к открытию элитной клиники. Иссине черный цвет волос остался в прошлом, их оттенок стал более натуральным. Половина дела сделана, Игорь Кимешов приступает к стрижке. Ребят, вы где? Идите сюда быстрей. Смотрите, что я нашел. Я нашел вот такое платье, назовем это платье Медуза. И это платье я нашел для нашей Жени. Вот для того, чтобы ее все перестали Женек Электрик называть, для того, чтобы ее все называли Женечка, Женюля или, может быть, даже Евгения. Я понимаю, что вы пока ничего не понимаете. Это платье на вешалке выглядит странно, но мне нравится, что оно из мягкого трикотажа. Это платье очень красиво подчеркнет фигуру Жени. И в какой-то степени, конечно, это платье можно назвать пляжным, но если поверх этого платья я надену красивый объемный жакет, добавлю полупрозрачные черные колготки, туфли на высоком каблуке и какую-то классную структурную сумочку, может быть, даже в шипах, то будет то, что надо. Мне кажется, Женя просто обалдеет. Где взять жакет, сумочку, туфли и колготки, я знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жень, глаза по пять копеек. Что, страшно? Чего страшно? СМЕХ Жень, наряд готов. Пришла на консультацию, к зеркалу сейчас и выйдешь. Окей, все будет супер, тебе понравится, я уверен. Ну, держитесь. Так, образ получился секси. От чего Женя хотела? Ну, чего хотела, то сейчас и получит. Жень, выходи. АПЛОДИСМЕНТЫ Это я. Ну, все? СМЕХ Да, да, Жень. Руки трясутся, вижу. Жень, что ты чувствуешь? Давай, рассказывай. Нет, слава богу. Я не могу, я не стою. Сожжу. СМЕХ СМЕХ Это красиво? Это очень красиво. Это я. Да. Блин. СМЕХ Это Жека? А кто это? Ну, наверное, не Женечка, а Евгения. Да. Жень, так красиво. Очень красиво. Я такое никогда себе не видела. Жень, я хотел создать сексуальный провокационный образ. При этом я хотел, чтобы ты осталась с собой. Ты же была в косухе, ты была в обтягивающих джинсах. Я понял, что ты можешь подчеркивать свою фигуру. Просто делаешь это только джинсами и укороченной курткой. На тебе платье трикотажное, оно очень красиво облегает фигуру. Мне очень нравятся эти валаны. Это все игриво, это и дерзко, при этом сдержанно, это не вульгарно однозначно. На тебе сверху жакет. Вместо этого платья с этим жакетом сможешь носить свои джинсы и простой топ. Ну, конечно, каблуки, это сумка в клепках. Это все про тебя. Вот это Евгения. Это не Жека-электрик. Классно, что ты электрик. Здорово, что у тебя есть работа, которая тебя заряжает. Но ты иногда можешь быть вот такой. Нереальная красотка. Это того стоило? Да. У нее что? Ну иди еще. Спасибо. Довольно? Вообще. Жень, слова вообще не нужны, правда. Вот в этом случае слова не нужны. Твоя реакция яркая. Я в восторге от результата. Я очень хочу, чтобы ты это носила. Я тебе дарю этот образ от нашего шоу. Будь самой красивой. Будь Женечкой, Евгенией, а иногда Жека-электриком. Тебе это тоже очень идет. Дай пять. Классно. Все, Жень, это тебе подарок от нашего шоу. Я продолжу работу. А ты с собой полюбуйся. Можешь здесь час-два-три постоять. Покрутиться у зеркала. Привыкай к себе. До встречи. Пока. СМЕХ Такой эмоциональной консультации по стилю у нас, пожалуй, еще никогда не было. К нам в Москву приехала Жека-электрик, а в Петербург отправляется сексуальная несравненная девушка Евгения. Рогов в геле. Я продолжаю свой шопинг и не устаю напоминать вам. Правильный уход за вещами продлевает их жизнь. Обратите внимание на гель-концентрат от бренда «Большая стирка». Он сохранит насыщенный цвет и легко справится со сложными загрязнениями и пятнами. Благодаря комплексу из семи энзимов. И, кстати, бренд «Большая стирка» запускает акцию. Покупайте любое средство, регистрируйте чек на сайте и выигрывайте гарантированные призы. Главный приз – три сертификата на шопинг с номиналом 200 тысяч рублей. Всем вам удачи! Ну и мне, кстати, удача тоже сегодня не помешает. Удача! Удача уже помогла мне собрать капсульный гардероб для Олега, а теперь мне нужна удача, чтобы найти подходящий, может быть, даже немного экстравагантный образ для новоиспеченной управляющей клиники Людмилы. Так, вот что я здесь вижу – два жакета. Казалось бы, что в них необычного? Объясню. С одной стороны, это классические жакеты – однобортные, на одной пуговице, и вроде бы ничего такого. Но эти жакеты праздничные из-за ткани. Смотрите, какая ткань нарядная, переливающаяся, мерцающая, такой сатин. И вот, мне кажется, Люде подойдет этот жакет серо-бирюзового цвета. К нему здесь есть вот такие широкие брюки. Но я бы ноги Люды не закрывал, потому что они у нее тоненькие, стройные, такие у нее красивые щиколотки. И, конечно же, хочется ноги показать. Здесь есть глаз-то у меня алмаз. Смотрите, что. Здесь есть шикарная юбка, и она отлично подойдет Люде. Потому что здесь есть драпировка в районе талии, драпировка прикроет животик. Если у меня получится найти топ в цвет, еще туфли и сумочку в цвет, то получится очень вкусный острый лук. Я надеюсь, он Люде понравится. Берем? Мне кажется, однозначно берем. У меня не так много времени, а это великолепная находка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня я решил рассказать вам не только о том, как стильно одеваться, но и о том, как стильно диванить. Для этого я в Асконе, где создают модные и удобные диваны. Здесь вы найдете диван своей мечты, на котором сможете расслабиться, посмотреть сериал и, наконец, выспаться. Переходите по QR-коду, чтобы выбрать свой диван в Асконе и поучаствовать в розыгрыше призов. А главное, сертификата на покупку дачного дома. Кстати, я же в этом магазине могу присмотреть подарки для Олега и его детей. Можно же взять подушки, одеяло, постельное белье. Отличная идея. Мой продолжительный, увлекательный шоппинг-марафон подошел к концу. Осталось лишь найти подходящие туфли и сумочку для Людмилы. Между тем, в нашей фэшн-лаборатории Игорь Кемешов закончил стрижку Люды. Осталась лишь пара штрихов, и Артемий Исмяков сможет увидеть результат, поймать вдохновение и придумать будущий макияж. Я вернулся с шоппинга в нашу фэшн-лабораторию. Работа над преображением Людмилы и Олега в самом разгаре. И прямо сейчас в нашей розовой бьюти-зоне Людмиле делают маникюр и педикюр мастера из салона 4Hands. Фирменная услуга бренда – маникюр и педикюр в четыре руки. А это значит, что специалисты наведут вам красоту в два раза быстрее. В салонах 4Hands классные интерьеры и удобные кресла. А главное – всегда есть свободные мастера, которые сделают вам качественный маникюр и педикюр и предложат огромную палитру цветов. 4Hands – для тех, кто ценит свое время. Для таких, как вы. Ну да, и для таких, как я. Бьюти-процедуры для рук и ног закончены. Парикмахер Игорь Кимишов может приступить к укладке новой стрижки Люды, которая в поисках нового стиля обратилась к нам за помощью. После чего Артемий Исмяков начнет воплощать свою идею. Он сделает элегантный мерцающий макияж под стать переливающейся текстуре ткани костюма, который я купил для Людмилы. Артемий выровняет тон кожи, откорректирует форму бровей, нарисует изящные аккуратные стрелки, нанесет сияющие тени на веки и добавит объема ресницам с помощью пучков. После чего я увижу результат. Саш, мы готовы. Подожди. Это просто другой человек. Это супер фреш мейкап. Мне очень нравится стрижка. Я вижу, что волосы стали светлее, они не черные, но мне нравится, что они и не очень светлые, потому что, Люд, тебе очень идет темный цвет волос. Просто нужно уйти от вот этого цвета вороного крыла. Очень хорошо. Мейкап легкий, свежий, какой-то невесомый, очень красивые глаза. Люда, до нашей встречи у финального зеркала осталось совсем немного, но напоследок хочу с тобой и всеми нашими зрительницами поделиться советом. Если вы любите экспериментировать с цветом и текстурой ваших волос, обязательно не забывайте об увлажнении. Я рекомендую серию Ультра Мойст от бренда профессиональной косметики Fusion Concept. В ее составе уникальный комплекс из морских водорослей, который способствует удержанию влаги в волосах. Он питает, восстанавливает эластичность, защищает от пересушивания, облегчает расчесывание и придает волосам гладкость и натуральный блеск. Запомните, качественное увлажнение – это залог красивых волос. Запомнили? Запомнили? Люд, ты запомнила? Обязательно. Ну все, к зеркалу. Аплодисменты. Молодцы. Сейчас это случится. Самый яркий, самый эмоциональный, самый модный момент нашего шоу. Наша Люда увидит себя в этом зеркале. Люда, ты готова? Я даже не знаю. СМЕХ Но так или иначе, зеркало я открою. Давай. Ну давай. Три, четыре. Я пришла к вам с конкретным запросом. Меня повышают по должности и переводят управляющие большой элитной клиники. И мой внешний вид не соответствует будущей моей должности. Я должна чувствовать себя комфортно в той атмосфере, да, и с теми людьми, которые придут на праздник. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА У меня нет слов. У меня нет слов. Я не узнаю себя. Это экстравагантно. Так. Это непривычно. Так. Это клево. Вот. Пока Людмила приходит в себя от увиденного и привыкает к своему новому экстравагантному образу, у нас с вами есть возможность рассмотреть ее преображение в деталях. Еще сегодня утром Людмила выглядела слишком формально, а ее прическа скорее напоминала целый зоопарк. Там была и медуза, и пушистик, и даже черный ворон. Буквально за несколько часов образ Людмилы стал более современным, элегантным и легким. Для финального лука я выбрал сатиновый костюм, состоящий из жакета с широкими лацканами, юбки миди с драпировкой и высоким разрезом, и топа на тонких брителях. Этот праздничный костюм по цвету поддерживают туфли-лодочки и клатч-конверт с металлизированной текстурой, а также серьги с искусственным жемчугом. Наши бьюти-специалисты, парикмахер Игорь Кимишов и визажист Артемий Исмяков исполнили свои обещания. Цвет волос стал более натуральным, стрижка небрежной, макияж освежающим. Кажется, им тоже, как и Людмиле, светит повышение на работе. Люда, этот образ достается тебе в подарок от нашего шоу. Но это еще не все. У меня для тебя есть еще один приятный сюрприз. Это подарочный сертификат от бренда Ахмадулина Дримс, в коллекции которого ты найдешь эффектные платья и костюмы с уникальными авторскими принтами. А для всех наших зрителей у меня тоже есть подарок. Скидка 15% по промокоду РОГОВ до 1 июля в бутиках бренда и онлайн. Люда, это тебе. Спасибо. Обязательно сходи в магазин, купишь себе что-нибудь экстравагантное, а там как раз такие экстравагантные вещички можно найти. Спасибо. Я пришла за новым уровнем, я пришла за эмоциями, но честно признаюсь, я получила на тысячу процентов больше, чем вообще я предполагала. И я понимала, что это будет что-то очень интересное, но что настолько вот за один день можно так человека поменять, это перевернуть его просто с головы на ноги или наоборот, не знаю. Всей команде хочу сказать огромное спасибо. Ребята просто молодцы. Люди, которые делают просто свое дело. Молодые, энергичные, талантливые. Спасибо. Ну, какой руководитель. Ой, давайте мне аплодисменты теперь. Очень приятно это слышать. Вопрос вечера. Ты пойдешь в этом на открытие клиники? Однозначно, однозначно. Хорошо. Люда, у меня есть для тебя еще один сюрприз. К нам сегодня сюда в студию приехал твой сын Антон. Он хочет тебя увидеть, позовем его. Конечно, конечно. Антон, выходи. СМЕХ 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 А где мама? Вот она, мама. СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ Да не бойся ты, мать свою, подходи. СМЕХ Как я тебе? Красавец. Просто напшивательно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Антон, если пришел с цветами, их надо подарить. СМЕХ Перепугался. Антон, как тебе твоя мама в таком образе? Ну, из ста процентов у вас получилось на триста. Поэтому... Вау! АПЛОДИСМЕНТЫ Просто одни эмоции. Шикарно, отличный результат. Антон, спасибо. Люда, тебе спасибо большое. Вам спасибо всем. Большое спасибо, ребята. Молодцы. Люда, я тебе желаю отличного праздника. Выглядеть на нем точно будешь сногсшибательно. И всем будешь говорить, что образ для тебя подбирал главный стилист страны. Александр Рогов. Конечно. Хорошо. Ну, а вы смотрите шоу Рогов в деле. Мы продолжаем. АПЛОДИСМЕНТЫ И все это время работа в нашей фэшн-лаборатории не останавливалась ни на минуту. Парикмахер Елена Немцева со всей своей нежностью, от чистого сердца окружила вдовца и отца-одиночку Олега заботой. Она сделала ему стрижку, укладку и коррекцию бороды и усов. И что-то мне подсказывает, что Елена уже закончила, и я прямо сейчас увижу результат. Саш, мы готовы. Что, здесь банный день, что ли, был? Почему нет? Прикол. Я решила позаботиться, чтобы Олег отдохнул, привел себя в порядок. Класс. Я хочу оценить стрижку, Олег. У тебя не то чтобы плохая стрижка была, стрижки не было, а сейчас классная модная стрижка, прикольная челка. Ты сейчас вообще по-другому выглядишь, такой свеженький. Я хочу, чтобы ты сегодня напитался тем, что происходит у нас в студии, всей этой красотой. Чтобы ты действительно захотел свою жизнь изменить, все в твоих руках. Я купил для тебя одежду. Я хочу, чтобы ты переоделся, чтобы мы с тобой встретились у нашего зеркала. Я надеюсь, что тебе преображение понравится, оно тебя вдохновит. Надеюсь. Класс. Пока еще не знаю. Пока еще не вижу. Отлично. Ну ты правда очень хороший парень, и мне было безумно приятно делать для тебя покупки. Тебя ждут сюрпризы у зеркала. Переодевайся, встречаемся там. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Очень классная стрижка. Спасибо. Спасибо, Елена. Пожалуйста. Кайф. Кайф. Ты молодец. Спасибо. Ты заботушка. Заботушка, да. Ну а как? В другом. Вы тоже большой молодец. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас это случится. Самый долгожданный момент сегодняшнего выпуска. Наш Олег увидит себя в нашем волшебном зеркале. Олег, ты готов? Нет? А как себя чувствуешь? Стесняюсь. Волнуюсь. Переживаю. Стесняешься, Олег. Не стесняйся. Ты сейчас себя увидишь. Я уверен, тебе понравится. И все будет супер. Открываю зеркало. Давайте. Ну, я вдовец. С двумя детишками. Роспитываю двоих детей. Как вы жену потерял? Ее забрали в больницу. Впоследствии чего она скончалась. Я остался один с двумя детьми. Все буквально случилось за несколько часов. Но видно, что нет мамы. Я понимаю, насколько тебе сложно. То есть бытом занимается женщина. В большинстве случаев мужчина зарабатывает деньги. Ты сейчас сидишь дома с детьми. Я тебя очень прошу. Я тебя очень прошу ради детей привести квартиру в порядок. О чем ты мечтаешь? О своем жилье. Ну, конечно. Папа! 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 Менецов. это другой Олег какой-то. Тебе нравится? Да. Давайте Олегу аплодисменты, а он пока себя рассмотрит. Олег, как тебе? Нравится? Непривычно. Совсем другой Олег. А это именно то, что было нужно Олегу. Посмотреть на себя с другой стороны, увидеть себя другими глазами и выдохнуть. Ведь в своем горе и ежедневной рутине Олег перестал замечать и себя, и все, что его окружает. Я и моя команда взяли над ним шефство и окружили добротой и заботой. И на ваших глазах буквально за несколько часов мы превратили Олега из замученного, махнувшего на себя рукой, растерянного отца-одиночки в современного ухоженного красавчика. Для этого образа я выбрал бомбер цвета хаки, базовые голубые джинсы, темно-зеленую футболку и кроссовки из замши и нейлона. Стрижка и укладка, которую сделала Елена Немцева выше всяких похвал. Как ты думаешь, что сейчас за моей спиной на вешалке? Мужская одежда. Да, она для тебя. Я хочу, чтобы у тебя появился не только этот образ, а целый капсульный гардероб, чтобы ты мог каждый день хорошо выглядеть. Там есть и тренировочный костюм, и жилет, и футболка, еще одна куртка. Ты должен выглядеть классно. И это все, что мы сегодня можем сделать для тебя. Мне кажется, что это хорошо. Спасибо большое. Итак, в подарок от нашего шоу Олег получит мини-гардероб. Эти голубые джинсы он сможет носить не только с бомбером цвета хаки, но и с бежевой укороченной курткой из драпа. Также в гардеробе у Олега появится остромодный образ из денима. Классические джинсы, рубашка того же оттенка, светло-голубая футболка и белые базовые кеды. Еще один классный лук для Олега – это темно-зеленые расслабленные брюки, трикотажный жилет с абстрактным узором в сочетании с футболкой и кроссовками из первого образа. Ну и, конечно же, я не забыл о прогулочном, удобном наряде для нашего героя. Идеальная инвестиция в его гардероб – это серые джогеры, толстовка с капюшоном, базовая белая футболка и кеды. На самом деле со всеми этими вещами можно создать гораздо большее количество комбинаций, потому что они универсальны и отлично сочетаются друг с другом. Спасибо. Ну, я даже не знаю, что сказать. Застеснялся. Олег, нам честно тебе скажу, ничего от тебя в ответ не нужно. Мы очень проникли в твоей истории. Нам хотелось подарить тебе праздник, нам хотелось вытащить тебя из твоей эмоциональной ямы, зарядить тебя эмоциями и показать тебе, что жить можно и по-другому. И вот сейчас ты можешь взять себя в руки, ты можешь придумать план, по которому ты будешь действовать, и ты все в своей жизни наладишь. Я в тебя верю, ты не дурак, ты хороший парень, воспитанный, отлично вел себя на съемочной площадке, мне было с тобой работать приятно, и все съемочные группы, я думаю, тоже. Так ведь это правда, и ты всего этого достоин. Ты оказался в чудовищной ситуации, в чудовищной. И сейчас я могу тебя еще раз на прощание поругать за то, в каком состоянии находится сейчас твоя квартира. Тебе нужно все привести в порядок, все вымыть, убрать весь ненужный хлам, потому что ты с твоими детьми должен жить в чистой квартире. Вот и все. Ты это сделаешь? Конечно, сделаю. Хорошо. У меня есть для тебя еще два сюрприза. Да, еще два. Смотри, здесь два сертификата. Здесь сертификат на профессиональный клининг, на профессиональную уборку в твоей квартире, только потом ты мне должен пообещать, будешь поддерживать порядок и чистоту, хорошо? Хорошо. Здесь второй сертификат от наших спонсоров, на приобретение подушек, одеял, постельного белья для твоей квартиры, чтобы вы с твоими детьми спали в чистоте. Серьезно? Да. Спасибо. Я в шоке. Спасибо. Спасибо тебе. Я тебе желаю всего самого замечательного. Я желаю тебе улыбаться, я желаю тебе делиться с детьми радостью, желаю тебе растить классных пацанов, и хочу, чтобы ты всегда выглядел достойно. Теперь мы несем за тебя ответственность, хорошо? Хорошо. Договорились. Ну, идти ко мне сюда, будем прощаться с нашими зрителями. Посмотрели шоу «Рога в деле». Не только модное, но и безумно эмоциональное, классное, настоящее шоу про настоящих людей. До встречи на следующей неделе. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok